Итак, продукция СТЭХ удивительна, и она нужна буквально всем. То есть начиная с рождения, так ответил Кристиан Драпио, лично я, лично я слышала его, задавая ему вопросы, с какого возраста можно принимать продукт. И Кристиан Драпио лично мне ответил, что этот продукт можно принимать с рождения. Поэтому, вас интересует вопрос такой, вы почему-то не спрашиваете, в какой дозировке можно использовать продукты данных, допустим, СТЭМ-МСМ. Вам это интересно? Я научу, как пользоваться. Если да, то, пожалуйста, напишите да. Если нет, вы, может, вы не даете детям, боитесь, то, в принципе, очень легко и просто. С 12 лет любой ребенок должен пить этот продукт по одной капсуле 2 раза в день. Поэтому не бойтесь, давайте с 12 лет как взрослому человеку. С 12 разделите как бы пополам, то есть до 6 лет, с 6 до 12, вы можете спокойно давать одну капсулу в день СТЭМ-Энхэнс продукции. СТЭМ-ФЛО, то же самое, то есть дозировки уменьшайте в такой же пропорции, как СТЭМ-Энхэнс. Дальше, от 6 до 3 лет даете, так скажем, пол капсулы ежедневно, с 3 до года это буквально 1 четвертая, и до года вы можете давать 1 восьмую капсулу ежедневно. Если есть какие-то проблемы, возникают проблемы, допустим, ребенок заболел, дайте вместо, как говорят, аспирина, антибиотиков, дайте эту продукцию, капсулу, не бойтесь. И посмотрите, можно повторить, либо по пол капсуле, то есть вылечивайте дозировку соответственного возраста. Если, допустим, с 6 до 12 одна капсула в день, вы можете дать, допустим, 2-3 капсулы в день до исчезновения тех или иных симптомов. И все, побольше водички давайте пить, и вы увидите, как легко, быстро восстановится у вас ребенок. Почему нужен продукт детям? Прежде всего, для того, чтобы у них правильно происходили обновления клеток на все 100%. Если вы меня правильно поняли, если вы осознали, для чего и зачем нужен продукт, чтобы все наши органы обновлялись ни на 90%, ни на 80%, ни на 50%, и чтобы не возникало таких болезней, как сахарный диабет или еще более серьезные заболевания, фортинсона и так далее. Поэтому продукт нужно давать детям обязательно. У детей улучшается память, лучше концентрация внимания, они становятся уравновешенными, контактными, у них нет вот этой нервозности, как обычно, вот я смотрю на детей, как педиатр, обращая внимание и думаю, что ругает ребенка, зачем мама ругает ребенка, это она сама виновата. Она не накормила ребенка с этими микроэлементами, витаминами, группой В, а потом он кричит на ребенка и сама раздражительно. А те люди, которые и дети принимают этот продукт, они действительно становятся более уравновешенными, более спокойными, улучшаются память. И поэтому дети лучше учатся, они занимаются спортом, у них появляются результаты. И вот действительно этот продукт нужен спортсменам, нужен людям, которые имеют тяжелые физические нагрузки. Особенно после тяжелых физических нагрузок обязательно нужно принять этот продукт, и вы почувствуете, как быстро вы будете восстанавливаться. Поэтому продукт не надо бояться. Еще раз напоминаю все сертификаты, и вот вам, пожалуйста, ВАДА, да, то есть никакого допинга в этой продукте нет. Поэтому профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, знаменитые, есть часть спортсменов, которые используют этот продукт, и действительно за счет этого продукта получают результаты. Ну и, конечно, продукт нужен людям, так скажем, старшего поколения. Мне 60 лет. Я отношусь к людям уже старшего поколения. Но мне даже страшно назвать, что я человек старшего поколения. Моя душа, она поет, так говорится, она молода. И я чувствую, что я выгляжу не на 60 лет, действительно моложе. И мне очень часто уже теперь стали все больше и больше говорить комплименты, поскольку я уже пользуюсь... Вот мне буквально уже 3 месяца прошло. Не знаю, наверное, скоро у меня косметика закончится, но действительно 3 месяца я пользуюсь косметикой Дермостем. Так, Алексей задает вопрос. Ирина, ребенку 2 года, ДЦП, с чего лучше начать? АПА или... Обязательно только АПА. Значит, ребенку 2 года начните STEM-энхэнс. АПА. АПА. Значит, ну давайте по половинке капсулы, по половинке капсулы, не бойтесь, давайте. Поскольку есть проблемы по здоровью, и обязательно вы получите результат. Это... Ну, я думаю, что на 99, 99 сотых, так скажем, можно точно говорить, потому что результаты есть по ДЦП. Не бойтесь принимать различные медикаменты, которые даются детям при ДЦП. Я знаю, в свое время, когда работала заведующей детской поликлиникой, на учете стояли детки в ДЦП. И у нас был такой период, когда мы выдавали лекарства по бесплатным рецептам, была очередь. Там такие сильные препараты, ДЦП. Поэтому, вы знаете, вот вы, если задаете вопрос, если вы, вот это ваш ребенок или вашего, кого знакомого, всегда читайте аннотацию лекарства. Вот понимаете? Вот тогда люди будут немножечко понимать, бояться, наоборот, нужно лекарство, потому что любое лекарство имеет побочное действие. И любое лекарство, и это об этом говорил, то есть, Кристиан Драпео, он делал такое, так скажем, говорил, что традиционная медицина, неправильный подход к лечению. Вот действительно, допустим, сахарный диабет. Ну что значит, вводят инсулин? Вводят инсулин. Но если там нет клеток поджелудочной железы на 50%, то никакой инсулин не восстановит поджелудочную железу. Вы понимаете об этом? А вот продукция СМТЭК, компания СМТЭК, она именно позволяет начать работать с собственным стволовым клетком. И они восстановят клетки поджелудочной железы. И они начнут вырабатывать инсулин. Понимаете, в чем дело? Поэтому то же самое при ДЦП. Поскольку, еще раз возвращаюсь, то есть не зря японские ученые Монаги и британские Ерден получили Нобелевскую премию за то, что они доказали, что стволовые клетки имеют свойство работы эмбрионами стволовых клеток. То есть они же именно стволовые клетки строили сосуды, строили все органы. И они знают, как построить тот или иной орган. Понимаете? Только их надо правильно накормить. В природе очень все создано очень интересно. Вот, к примеру, взять улей. Я люблю такой пример тоже приводить, да? Пчелку-матку чем кормят? Самое главное в улей – это пчелка-матка. Именно ее питают, питают маточным молочком. Ребенок родится. Чем его нужно питать? Многие скажут – грудным молоком. Конечно, грудным молоком. Но первое питание для ребенка – это молозиво. То есть, как только родился ребенок, он сам должен поползти вроде матери, как любое животное, да? Они, то ли это щенок, то ли это котенок, они все ползут к соске, да, к сисечке, к кошке, собаке и так далее. Так вот, именно первое питание, которое необходимо для новорожденного ребенка – это молозиво. Именно там большое количество иммуноглобулина. Именно от этого зависит иммунитет ребенка, дальнейшим взрослого человека. Вот в чем дело. Поэтому не бойтесь, начинайте давать обязательно продукты как можно быстрее.